И в этом списке будет еще простыня для пыльного, наволочка, пододеяльник. Это все он должен будет купить. И еще снизу будет написана аптека, в которой ему сделают скидку. Кто здесь не живет, он сможет включить меня или других людей, живущих здесь, и они быстро это опровергнут. Тема по поводу последнего видео Чингиза Ахмадова, иллюзиониста, где он в опровержении европейским блогерам, как он сказал, он рассказал о том, сколько всего в республике у нас предприятий якобы строится, построено, уже работает, фабрики, заводы он перечислял. Я в контексте вот этой истории хочу обратить внимание, понятно, что он это подает, типа, вот вы говорите, что строится только мечеть, а тут у нас, что якобы не строится производство, а на самом деле строится производство. Я сейчас даже не об этом хочу сказать. Вот можно, знаете, можно сколько угодно врать, приводить там какие-то, допустим, статистические данные, что нет никакой безработицы, что реально очень много предприятий. Но, знаете, где это все, на чем это все выявляется, вот вся эта ложь? Невозможно, невозможно такая модель жизни, когда одна какая-то сфера, она прям вот хорошо преуспела, а остальные все плохие. Такого не бывает. Уровень жизни, это такая вещь, которая, она вся целиком растет. Не может быть такого, что, допустим, очень хорошая там реальная индустрия, прям, значит, очень много рабочих мест, там, заводы, фабрики, все-все-все, значит, построено, все заняты, но при этом очень много, допустим, таксистов, людей, которые из-за отсутствия работы вынуждены таксовать, и их постоянно преследуют там, понимаете, так не бывает. Всегда уровень вот этой жизни, он идет параллельно, все отрасли растут, если есть рабочие места, если строятся заводы там и так далее, то, соответственно, много людей, которые там работают, соответственно, у этих людей есть доход, они эти деньги здесь же тратят, те, там, где они их тратят, те, кто предлагают какие-то услуги, они тоже обогащаются, то есть это все, все-все взаимосвязано. И растет, как растет вот эта индустрия промышленности, она, соответственно, она что-то производит, то, что она производит там же, где-то, используется, то есть, понимаете, это все должно быть вместе, а у нас как вот обстоят дела? Возьмем, например, Швецию или любую европейскую страну, вот смотрите, как мы определяем, что здесь уровень жизни хороший. Вот ты выходишь, и ты сразу на улице сталкиваешься, то, с чем ты в обычной своей жизни, например, ты сталкиваешься в обычной своей жизни с тем, что тебе нужно куда-то там поехать, добраться, например, из одного города в другой, вот, например, в столицу мне нужно, там, в Стокгольм поехать, или, например, скажем, жителю Антверпена нужно поехать в Брюссель, жителю Ниццы нужно поехать в Париж. Как это происходит в этих странах? Это очень хорошо развитая инфраструктура, железнодорожные сообщения, есть те же самолеты, ладно, там, в рамках, понятно, что Франция, Швеция, большие страны, но в рамках Чеченской республики, допустим, нет нужды там в самолетах, да, чтобы с Ачхоймартана, например, полететь в Грозный, понятно, нам такие рейсы, самолеты не нужны. Но что у нас с железной дорогой, допустим? Есть ли у нас железнодорожное, допустим, сообщение, может житель Ачхоймартана на поезде, на электричке добраться до Грозного? Житель Шатоя, может быть, и Тункали, может быть, житель Знаменской, Наура, Курчелоя, Гудермеса. Как у нас это устроено? Я просто здесь покупаю билет на поезд, сажусь, и это высокоскоростной, очень хороший поезд, который меня быстро помчит. Я когда был во Франции из Ниццы в Париж, ездил 300 с лишним километров в час, гнал этот поезд, понимаете, уровень. А как житель, например, Гудермеса или, допустим, там, Шали Ачхоймартана, как он поедет в Грозный? Он сегодня поедет в Грозный ровно так же, как он ездил 25 лет назад, 20 лет назад, понимаете, ничего не изменилось. Он пойдет на автовокзал, на остановку там, там будет стоять такая желтая газель, маршрутка, будет ходить чувак, который будет кричать, ну или женщина, будет кричать Грозный, да, Юэд Грозный. Он придет, сядет в эту маршрутку, душную, потную, ее полностью она загрузится, потом еще такую табуретку из-под сиденья вытащат, еще на эту табуретку посадят отдельного чувака, и эта газель поедет в Грозный. То есть, вы возьмите любой этот вопрос, здравоохранение в республике, на каком оно уровне, как устроено, как человек ложится в больницу, как его лечат, как его обеспечивают, человек, который пришел, допустим, должен следить, смотреть за этим больным, где он, есть ли для него условия, как он ночует, где он ночует. Понимаете, очень много, вот эти вот все эти вопросы, с которыми каждый человек сталкивается, он, сталкиваясь с ними, он понимает, что то, что вы ему заливаете, это ложь. Эти отчеты можно нарисовать, можно пафосно рассказать о чем-то, но заставить человека поверить, что он не на маршрутке едет в Грозный, а на комфортабельном поезде, а он при этом сидит на табуретке в потной маршрутке, ты не сможешь. Доказать человеку, что он лечится в хорошей больнице с отличным обеспечением и хорошим уровнем медицины, ты не сможешь, потому что он, ты ему об этом расскажешь, а врач выйдет, даст ему список из лекарств, которые он должен купить, и в этом списке будет еще простыня там для больного, наволочка, пододеяльник, это все он должен будет купить. Еще снизу будет написана аптека, в которой ему сделают скидку, если он скажет, что пришел от такого-то врача. Вот с чем сталкивается житель республики. И это гораздо более показательнее для него, чем какие-то нарисованные вами на бумаге или озвученные в ваших роликах вещи. Ага, немцы среднего класса ездят в Польшу лечиться, потому что медицина в Германии очень дорогая даже для немцев. Ну для кого это ложь? Зачем вы так дешево врете? Медицина в Германии действительно дорогая, но не для людей, потому что существует система страхования медицинского, и она недорогая для людей. Да, если ты говоришь о стоматологии, допустим, там имплантирование, или какие-то, я не знаю, то, что касается эстетики, допустим, ты решил себе зубы красивые сделать, да, да, тут поедут, и в какие-то другие страны люди поедут, чтобы сделать это дешево. Но все то, что касается здоровья, это все страхуется. Те страны, где это не бесплатно, как, например, в Швеции, это бесплатно. Медицина в Швеции бесплатна, здесь нет никакой страховки, ничего. Это просто бесплатно. Я иду, и если в случае какой-то серьезной травмы случается, то это абсолютно бесплатная история для меня. Но в Германии она не бесплатная, но там система страхования. Она работает не только для граждан, она работает даже для беженцев, находящихся в статусе соискателя, то есть даже те, кто не имеют какого-то решения, там, статуса беженца и так далее. Они все имеют страхование. И эта страховка покрывает абсолютное большинство всего того, что может как-то там человеку понадобиться. Моя мать, например, которая еще не имела на тот момент статуса, то есть она была еще соискателем убежища, были прооперированы оба глаза, возможно, из-за возможной катаракты. Заменины кристаллики, глазные кристаллики. И это все покрывает страховая компания. Да, там какую-то часть, какой-то взнос там нужно сделать. Но это дорогостоящие операции, за которые ты в России выложишь огромные деньги. Никакая страховая тебе там это не покроет. Здесь это делается за счет страховой компании. Не рассказывайте, пожалуйста, сказки. Это ложь, вот эта пропаганда, она работает для тех, кто не знает, как здесь устроено. Для тех, кто здесь живет, это очевидно, что вы лжете. И даже если вы сможете загрузить кого-нибудь там, кто здесь не живет, он сможет включить меня или других людей, живущих здесь, и они быстро это опровергнут. Ваша ложь не имеет никакого шанса на успех. Субтитры создавал DimaTorzok